Военная обстановка в Сирии и Ираке в районах Аль-Хамидия, Шейх-Яссин и Аль-Арди. Ранее сирийская армия и ее сейжники освободили первое и второе рабочие поселки, а также район Афри. Таким образом, правительственные силы вернули под контроль порядка третьей территории северной части города, которую ранее контролировали террористы ИГИЛ. В тот же день российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила пуски трех крылатых ракет «Калибр» по целям террористов в подконтрольном ИГИЛ городе Абу-Камаль. В результате попадания ракет уничтожено несколько укрепленных командных пунктов, где находились боевики и техника, а также крупный склад вооружения. В Ираке воздушный подконтрольный ИГИЛ приграничному городу Аль-Каим, армия и отряды народной мобилизации «Хажда-Шааби» освободили от ИГИЛ округ Убейдия. Теперь армия и «Хажда-Шааби», скорее всего, сосредоточится на дальнейшей зачистке от ИГИЛ данного берега реки Ефрат с целью создания плацдармы для наступления на сам город Аль-Каим. Иракские силы начали наступление на подконтрольный ИГИЛ город Аль-Каим на прошлой неделе. Начиная с этого времени, ими был освобожден крупный участок территории южнее и восточнее города, а также достигнуты окраины самого Аль-Каима. Освобождение городов Абу-Камаль и Аль-Каим может быть расценено как стратегическое поражение коалиции во главе с США. На протяжении длительного промежутка времени Вашингтон пытался создать между Сирией и Ираком подконтрольную его сателлитом зону. При этом заявляя о том, что в противном случае Иран сможет оказать военную поддержку правительству Асада по сухопутному маршруту. Между тем в Ираке курдское региональное правительство КРГ и иракское федеральное правительство предположительно заключили соглашение касательно пограничных переходов Фейш-Хабур и Ибрагим Аль-Халиль. Согласно условиям данного соглашения, там будут находиться силы как федерального, так и курдского регионального правительства. Таким образом, Багдад сможет отслеживать трафик между КРГ и Турцией, а также между КРГ и подконтрольной поддерживаемым США СДС, сирийским демократическим силам, территорией Сирии. Кроме того, данное событие будет иметь долгосрочные последствия для США и их сателлитов в данном регионе. Субтитры создавал DimaTorzok